Во-первых, искренне интересоваться своей темой, потому что без искреннего интереса абсолютно невозможно достичь высот ни в одном деле. Во-вторых, необходимо, как я уже говорил, следовать строгим критериям научности, то есть любая ваша идея должна быть, любая ваша гипотеза, которую вы выдвигаете, должна быть, во-первых, верифицируема, во-вторых, фальсифицируема, то есть это должно быть утверждение, про которое однозначно можно сказать, верно оно или ложно. Помимо этого, эта статья, конечно, должна быть хорошо написана, хорошим языком, который понятен широкой аудитории, доходчив, не содержит лишних переусложнений, не содержит пятистрочных предложений, вы не Лев Толстой, вы аналитик, поэтому пишите как можно яснее, короче и понятнее. Хороший аналитик уделяет очень много внимания построению сети связей с другими аналитиками, с представителями госорганов, с лицами, принимающими решения, со своими какими-то друзьями из других сфер, потому что никогда не знаешь, из какой сферы тебе пригодится человек. Хороший аналитик очень внимательно относится к работе с социальными сетями, он активно использует их, он продвигает свой бренд через социальные сети, он становится заметным, узнаваемым, он вовлекает аудиторию в общение, он не боится критики, он открыто публикует все свои наработки и внимательно прислушивается к тому, что ему говорят люди. он занимается рассылкой своих наиболее значимых трудов своим списком контактов, чтобы они ознакомились с ними, и он в целом учится, он постоянно учится чему-то новому, он участвует в конференциях, семинарах, он не прекращает самообразование, он всегда находится на острие своей области и использует все возможности для того, чтобы получить какое-то новое знание, улучшить качество своей аналитики, улучшить качество своих прогнозов. Вот, собственно, так. Субтитры создавал DimaTorzok